Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Божьев. Хочу сегодня осветить такую тему, как онемение рук. Ноги немеют достаточно часто у людей, там свои причины, а вот руки немеют у людей реже, но тоже приходится с этим сталкиваться. И здесь причиной является не отсутствие брюшного дыхания, как в ногах при отёке ног, а напряжение боковых вот этих мышц шеи. Дело в том, что именно напряжение вот этих мышц шеи подтягивает грудную клетку вверх, создаёт напряжение в области надплечья и как раз нарушает лимфатический отток от рук. И если у вас по ночам немеют руки, можете не сомневаться, проблемой является напряжение вот этих боковых мышц шеи. Соответственно, как избавиться от этого онемения? Ну, первый вариант, обязательно, конечно, надо расслабить мышцы шеи. И второй вариант, что там ещё может быть добавлено, наложено на напряжение мышц шеи, это напряжение тканей рук. Поэтому можно, просто даже можно самому взяли руку, и вот так обхватили её другой рукой, и вот так вот взяли, и потянули все кожу, все ткани мягкие вот так вот в этом направлении. Каждый пальчик вот так взяли, протянули. Вот. Вот так вот сделали. Вот. Вот. И потом то же самое с другой рукой. Вот этим вы уже расслабите немножко здесь ткани. Можно сделать такую вещь, как вот раньше мы в детстве делали, называется крапивка, да, когда берём и скручиваем кожу рук в разные стороны. Вот. Вот такой вариант можно проделать тоже на обеих руках. Вы уже мягкие ткани здесь немножко расслабите. И если после этого сделаете растяжку для боковых мышц шеи, помните, как она делается, да, рука висит, голова в противоположную сторону развалится обязательно, расслабится голова, ручку кладём вот так вот на голову и расслабившись сидим. И под весом руки и головы вот эти мышцы начинают растягиваться, расслабляться. И делаем не меньше двух минут. Вот таким образом. Только обращаю внимание, если вы положили руку вот так, она падает, она сама не держится, вам её надо держать. Как только вы начинаете её держать, напрягать, сразу же вы будете напрягаться весь, целиком. Поэтому рука должна просто свободно лежать. Так, чтобы вы сидели без всякого напряжения. Только в таком положении будут тянуться боковые мышцы шеи. Посидели 2-3 минутки, потом то же самое и в другую сторону. Вот таким образом вы сами совершенно несложно сможете избавиться от такой неприятности, как онемение в руках. Если вам это видео понравилось и вы нашли в нём ответы на имеющиеся у вас вопросы, вы можете дать мне знать об этом в комментариях, а также поставить лайк и подписаться на канал.